Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Здоровье» и мы ее ведущие. Асилу и Альберт. В это субботнее утро вы получите знания о том, как стать и оставаться здоровыми. Сахарный диабет. В Казани организации здравоохранения количество больных с сахарным диабетом в мире сегодня превышает 366 миллионов человек. Каждые 10 секунд диабет уносит одну человеческую жизнь. Лечение диабета и его осложнений – тяжелое бремя для бюджета любой страны. 14 ноября, во Всемирный день диабета, в Казани прошел 4-й республиканский форум «Вместе против диабета», в работе которого приняли участие медицинские работники, люди с сахарным диабетом, представители фармацевтических компаний. Виды нашей деятельности настолько широки и универсальны, в каждом из них находится то, что мы считаем главным для профилактики и лечения этого грозного заболевания. Первое – это, конечно, информировать население. Поскольку у нас выездные школы диабета проходят в районах Татарстана, где нет врачей-эндокринологов, мы организовываем каждый месяц школу диабета для больных с сахарным диабетом, где тоже большую работу профилактическую проводим. Заболеваемость диабетом с каждым годом растет, о чем свидетельствует статистика. Но рост ее идет за счет сахарного диабета второго типа, так называемого диабета взрослых, которому подвержены чаще всего лица от 40 до 60 лет. С диабетом я уже живу 44 года, на инсулинотерапии все время. Конечно, раньше было намного все сложнее, инсулины были некачественные, а сейчас, ну, я сказала бы, полегче. Но все равно вот это вот постоянно держать надо все под контролем. Пять раз в день, четыре-пять раз в день инсулин делаешь. Ну, сейчас есть глюкометры, которыми мы пользуемся. Они нам облегчают, можно сказать, жизнь. Я с этим заболеванием уже 57 лет живу. Сейчас при современной науке и как медицине это, можно сказать, не болезнь. Профилактики сахарного диабета первого типа нет. Сахарный диабет второго типа можно задержать, сохранив здоровье на долгие годы. Чтобы не стать жертвой болезни, из-за которого возникают сердечные и почечные недостаточности, потери зрения, нужно отодвинуть его начало на как можно более продолжительное время. Первичная профилактика диабета означает не допустить развития диабета. И это значит вести пропаганду здорового образа жизни, сделать так, чтобы население было информировано о здоровом образе жизни, о правильном питании, о необходимой физической активности, о том, как надо избавляться от вредных привычек. К сожалению, при первом типе сахарного диабета такая первичная специфическая профилактика диабета отсутствует. А вот при втором типе диабета, при сахарном диабете взрослых, эта первичная профилактика, она очень эффективна. Занимаясь профилактикой, вы одновременно укрепите здоровье, особенно сердечно-сосудистую систему. Сахарный диабет увеличивает риск сердечных заболеваний в среднем в 3 раза, а риск инсульта более чем в 5 раз. Из нашего сюжета можно сделать вывод, что было бы здорово, если бы все мы знали нормальные параметры нашего организма. Например, артериальное давление должно быть меньше, чем 140 на 90 мм ртутного столба. А объем талии по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения у женщин на уровне пупка не должен быть более 88 см, а у мужчин не более 102 см. 15 ноября по инициативе Республиканского центра медицинской профилактики на бате городской поликлиники номер 4 «Студенческая» прошла акция, посвященная Международному дню отказа от курения, направленной на формирование здорового образа жизни и мотивации отказа от курения студенческой молодежи. Они поучаствовали в наших конкурсах, взяли нашу методическую литературу, информационную литературу, почитали. И, конечно, многие задумались, а стоит ли курить. То есть сегодня мы активизировали нашу проблему. Деревня университет – это территория здоровья, где зона свободная от курения и алкоголя. Также мы стараемся, чтобы все студенты на территории поликлиники, которые приходят сюда, со всеми проводятся разъяснительные работы, чтобы не курили, бросали, а самое главное – профилактика, чтобы не начинали курить. Каждые 10 секунд на планете умирает один заядлый курильщик. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире 90% смертей от рака легких, 75% от хронического бронхита и 25% от ишемической болезни сердца, обусловленной курением. На базе Казанского образовательного центра высоких медицинских технологий открылся курс первичной реанимации новорожденных для неанатологов Республики Татарстан. Огромную роль в здоровье детей играют родители. И их здоровье, здоровый образ жизни. Я не устаю повторять, что такая, в общем-то, наверное, простая и недорогая вещь, как бросить курить. И это уже уменьшит и процент недоношенных, и процент преждевременно родившихся детей, и детей с другими отклонениями. Здоровый образ жизни родителей. Не откладывать рождение детей на после, после карьеры, после машины, после многократного во всем мире отдыха. Поставить это своим приоритетом. Рождение здорового ребенка в семье. Всемирные цели ООН, цели тысячелетия. И четвертая, и пятая цель – это снижение материнской смертности и детской смертности. А почему вопрос у новорожденных? Всего 28 дней жизни. Такой маленький период. Так вот, это дети самые уязвимые, самые трудноподдающиеся лечению, я бы сказала. В младенческой смертности, то есть смертности детей до года, новорожденные составляют 55%. 28 дней. Смертность детей до 5 лет – это показатель, который считается основополагающим детской смертности в мире. И он входит в глобальную цель тысячелетия. Новорожденные составляют 40%. И даже в смертности детей всех возрастов, от нуля до 17 лет, новорожденные составляют 30%. Огромная когорта, и мы должны уделять ей как можно больше внимания. В нашей республике большое внимание уделяется такой молодой, но важной науке о выхаживании новорожденных, как неонатология. Суть ее состоит в изыскании оптимальных методов диагностики и лечении болезней у детей первых четырех недель жизни. В реабилитации больных новорожденных, а также в создании в неонатальном периоде условий, необходимых для формирования состояния здоровья во всей последующей жизни человека. 20-21 ноября в Казани прошла 9-я российская конференция с международным участием в педиатрии и детской хирургии в Приволжском федеральном округе. В свое время я работал, заведовал кафедрой детских инфекций, и здесь, в Татарстане, 25 лет я работал инфекционистом. Я должен сказать, что я практически не видел ни одного смертельного случая от вакцины, от вакцинации ребенка. Но мы очень много видели с Владимиром Алексеевичем Анохиным детей, которые умирали от инфекционных заболеваний и продолжают умирать. Поэтому прививка – это основа профилактики инфекционного заболевания. Чтобы пришел грамотный врач, грамотно посмотрел ребенка, поставил правильный диагноз, назначил правильное лечение. Следующий вопрос – чтобы своевременно приехала скорая помощь, чтобы она вовремя доставила ребенка для оказания неотложной помощи, чтобы вовремя сделали операцию, если потребуется, чтобы вовремя начали лечение, чтобы был благоприятный исход. Вот это и есть организация. В течение этих двух дней прошло более 30 симпозиумов, двух школ для практикующих врачей, прочитано 10 лекций по актуальным разделам медицины. В работе конференции приняли участие медики из многих городов России, специалисты из Израиля и Бельгии. В нашей стремительной жизни не всегда достаточно времени для регулярных занятий физической культуры. К сожалению, эта проблема становится актуальной и для детей. Действительно, среди детей младшего школьного возраста из-за недостаточности занятий физической культурой начали чаще выявляться отклонения функционирования организма. Об этом наш следующий сюжет. Урок физкультуры в младшем школьном возрасте должен быть адекватный по своей двигательной активности, по нагрузке. Он должен быть легко усваиваемый. Он должен приносить радость ребенку, потому что ребенок должен закрепить на всю жизнь стереотип, что он хочет и любит двигаться. И в этом смысле, если урок физкультуры содержит элементы лечебной физкультуры, это очень полезно, очень хорошо, очень адекватно, потому что именно в этом возрасте важно формировать правильную осанку. Потом уже мы будем только исправлять. Очень важно в этом возрасте формировать двигательный стереотип. Очень важно формировать правильный стереотип дыхания, потому что потом мы уже будем иметь последствия. Левую ножку прямую, раз, правую к ней, два, опустили 3 и 4 правая раз два три четыре давайте подышим подняли вверх вдох опустить выдох 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 ртом делаем еще раз вдох глубокий выдох выдох и последний раз вдох подняли ручки и выдох 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 ручки вверх выпрямили чуть шире плеч немножко разведите ручки так пошире и тянемся растем раз не поднимаемся просто растем скользим вверх расслабиться помогаем себе расти тянемся раз носочками вниз два еще три расслабились согнули руки под подбородочек локоточки пошире пяточки собрали вместе коленки напрягли поднимаем только плечи и руки раз свели лопатки опустили 2 подняться 3 молодцы опусти 4 поднялись 1 и опустили 2 еще раз 3 вот так ровненько 4 подняться 1 2 и и последний раз назад свели лопатки опустили в целом же безусловно это урок обычный урок физкультуры с развитием качеств выносливости с развитием качеств координации равновесия потому что если мы не будем развивать эти качества то мы не будем улучшать умственные способности ребенка но в то же время необходимо сказать что физкультура в этом возрасте должна быть мягкой потому что не все дети одинаково моторно одаренные кто-то имеет лучшие качества силы кто-то очень быстрый и хорошо скоординирован а кто-то нет и в то же время мы можем на уже на этом этапе сформировать у ребенка негативное отношение к физкультуры я не могу я не могу этого сделать поэтому я буду стремиться этого не делать если бы урок физкультуры оценивался не с точки зрения норм которые как бы сверху спущены а с точки зрения возможности самого ребенка динамики его показатели в течение года какой он пришел в начале года и как он выполнил эти нормы в конце года и если бы эта динамика была основополагающей для урока физкультуры то я думаю что у нас было бы значительно больше желающих заниматься с удовольствием заниматься физкультурой левая ножка ручки вперед раз подняли чуть-чуть ножку руки на пояс два подержали на носочек поставили и привели осанку держим не опускаем голову правую ножку на носочек чуть приподняли поставили держим равновесие для осанки это очень важно уметь равновесие держать подняли умница какие поставили исходный последний раз прямая ножка приподняли чуть-чуть поставили и вернулись молодцы есть такое мероприятие как врачебно-педагогическое наблюдение которые должны проводить врачи школьные врачи которые должны проводить врачи врачебной физкультурной службы они в этой ситуации методологически методически помогают учителям физкультуры выстраивать сам урок физкультуры так как это было бы полезно для организма ребенка с сегодняшнего же дня начните вести здоровый образ жизни в этом случае вы и ваши дети проведете эту зиму активными и здоровыми но мы с вами прощаемся до встречи в следующих программах будьте здоровы дорогие друзья до свидания до встречи в следующих программах